Приветствую вас и давайте попробуем, попытаемся подумать, как бы вы себя чувствовали, как бы вы себя вели, если бы любили молодого человека, любовью чистой, любовью настоящей. Любовью, направленной на него самого, желая ему счастье и только счастье ему. В этой ситуации вы, наверное, бы обнялась бы ему счастье, порадовались бы за него, что он счастливее стал, раз от нас ушел. Ведь это шаг к новой жизни, ведь это означает, что вас он не любит и вы его тяготили. А сами бы вы жили с решением, что ваш любимый человек, которого вы любите, идет к своему счастью. Сами бы вы довольствовались тем, что знали, что у него все хорошо, а со временем будет еще лучше. А с вами этого не произошло. Вы потеряли весь смысл жизни, когда ваш молодой человек от вас ушел. И поскольку его уход, в принципе, нормальный, отношение, к сожалению, иногда раскалываться, разбиваться, прекращаться, то что не нормальный. Нормальный то, что он ушел, а вы без него не можете жить. Что вы, как говорите, целыми днями лежите, не вставая. Это означает, что молодой человек вам что-то давал. Это означает, что молодой человек удовлетворял какие-то ваши личные потребности. Какие-то ваши личные желания. Через него вы получали то, что нужно вам. И вы не могли получить этого другим путем. И вы не получали этого другим путем. Значит, вы от него были в большей степени зависимы, чем он от вас. Вот понять корень этой зависимости, выявить те желания, которые вы удовлетворяли через него. И начать их удовлетворять напрямую, без какого-либо посредника. И является первым шагом к тому, чтобы прийти в себя. Второй важный шаг заключается в том, чтобы через это же самое понимание осознать. Что вообще-то говоря, вещи, и как вы говорите, все вокруг вас, напоминает вам не о нем, как до кого. Потому что реальный человек от вас ушел. Напоминает все вам об образе человека. О том образе, который вы сами себе, можно сказать, нарисовали. Этот образ человека не существует в реальном мире. Потому что если бы это был реальный человек, он бы вас никогда бы не бросил. Начнем, пожалуй, с этого. А раз так, то вы себе этот образ нарисовали сами, после воздействия чего? Привоздействием своих желаний. Привоздействием своих употреблений, своих всех целей. Нужно понять, какие это цели, какие это желания. И после этого научиться, а точнее стараться, грамотно эти желания удовлетворяться. Далее, если вы считаете, что молодой человек вас предал тем, что ушел, то нужно разобрать тему предатства, чтобы вы не считали, кто нас действительно предал. В действительности, если у человека чувство остыли, то он правильно делается, что ушел. Ибо было бы обманом быть с вами и при этом вас не любя. Я надеюсь, вы понимаете. Ну и немаловажным моментом является то, что вам нужно через силу заставлять себя что-то делать, получать новые впечатления, возможно сделать перестановку в квартире. Это поможет вам вступить в новую веку в вашей жизни. Возможно, стоит кардинально изменить свою внешность. Это тоже поможет вам подсчитывать себя обновленной и по-новому взглянуть на жизнь вокруг и на себя саму. И через силу стараться получать новые впечатления. Чем больше у вас будет новых впечатлений, чем больше вы будете получать новые эмоции, чем больше вы будете общаться с другими людьми, чем больше вы будете видеть их отношения к вам, и чем больше у вас будет мужского внимания, тем и быстрее вы избавитесь от эмоций. этой самой зависимости то есть как я надеюсь понятно то что вам нужно сделать состоит из двух частей первая часть внутренняя вторая часть внешняя и действие в обоих направлениях поможет вам в достаточно короткие сроки начать новую жизнь и избавиться от зависимости которая по сути является плавом работы вашего воображения то есть вы сами себе эту зависимость создали тем что чересчур замкнули свои желания на человека хочется верить только что данная ситуация которая подходит вам уроком и источником того опыта что не следует на человеке концентрировать свои личные желания все таки для того чтобы отношения были равноправными чтобы они были искренними чтобы они были чистыми и незаметненными но не чтобы люди в них были равны друг другу а это невозможно без того чтобы удовлетворять свои желания своими силами без привлечения к этому на постоянной основе другого любимого человека на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего доброго и удачи вы на